И близко не понимаем, что значит изучать Python правильно. Вот он крутой подход. Здравствуйте, ребята. В данном случае этот парень довольно крут. Я бы сказал, вообще крут. Зачем же нам исходный код? Только с одной целью. Принятие решения написания собственного кода. А сейчас интересный момент. В данном случае парень написал, что работал инженером и в какой-то серьезной компании. А по-моему, четко он говорит. Оказывается, при беседе с тем, кто пришел в строительство на работу, мы оба не понимали различия между атрибутами класса, атрибутами экземпляра. Оба-на! Вот корень зла, который если сейчас не исправить, то мы гарантированно придем к этому результату. И через 15 минут, через 15 лет, сделаем для себя открытие. Вопрос. 15 лет заблуждений. Именно такими формулировками вы увидите в интернет. Это абсолютно то же самое, что у нас сломался стартер. Мы же не приходим в магазин, не говорим, дайте нам деталь. У детали есть имя, у детали есть модификация и так далее. Здесь это все отсутствует. Дальше, дальше гарантированно придем к этому. Правильное изучение Python это изучение со стороны C++. Я вас не заставляю писать на C++. Но истины именно там. Хотя бы почитать надо и знать в каком порядке. На C++ пишем. На Java пишем. На Kotlin пишем. На Python пишем. Python и изучаем все остальные языки, только чтобы увидеть одно и то же. Крутой подход заключается в том, что когда мы одни и те же вещи видим в разных языках, то нам больше их никогда не надо учить. Мы их просто видим. Кроме этого, мы обретаем новую профессию. Изучение любого языка сходу. В данном случае сложилась ситуация, чтобы не прийти в тупик. На мой взгляд, появилось три варианта развития событий работы с данным парнем. Первый вариант. Начать работать с классами, начать правильно. По рекомендации Гвидова Мросума, который есть в документации, это правильно с трех элементов. Не ждите, не скажу. Этот вариант преждевременно. Ничего не получится. Продолжите разбирать объект. На сегодняшний день у нас прекрасно работает логика. Это четко видно, когда человек работает с вопросом. Но когда мы сталкиваемся с реальным кодом, начинаются проблемы. Всего не видим. То есть, это все мы понимаем, но не видим. Это я не говорю, слишком будет долго. Какой вариант я выбрал, я вам не скажу. Я сказал это человеку. Это вариант совершенно то, о чем вы даже не подумаете. Но я точно знаю, что мне надо избежать ситуации, чтобы не было таких вещей. То есть, ключевые вещи, которые для работы с классами, понимались через 15 лет. Мне надо, чтобы сейчас было чтение кода для написания собственного кода. Но я вам скажу, что я предпринял в данном случае. Для того, предпринял, то есть, у объекта появится определение. У каждого объекта появится определение. С которого можно принять решение. А вот что я для этого сделал, это останется за кадром. В данном случае, это единственное правильное решение. Дальше я не покажу, почему. Потому что там идет развязка. Она все равно вам будет непонятна. Это срез. Прошло до много чего. В описании, кстати, видео, что я понимаю под базовым уровнем. Я даже уверен, что, и даже гарантирую, что, понимая то, что я понимаю под базовым уровнем, вы скажете, получается, мой уровень сводится к нулю. Вы можете записаться на мою методику. В описании тоже ссылка. Выбрать план. И мы начнем работать. Только шаг за шагом. Это с одной стороны просто, а с другой трудно. Но точно начнете разбираться в языках. У меня все. Продолжение следует.